нет никто не звонил подождите звук прерывается постоянно ну какой-то идет дребезжание и постоянно звук проживает дергание идет постоянно по звуку прерывается как как будто заика не идет какую-то я не могу слушать так одну звук и постоянно идет перезвонить туда перезвоните потому что невозможно слушать алё Владимир Владимирович, меня так лучше слышно уже. Вот, сейчас хорошо слышно, да. Да, беспокоит вас главное следственное управление города Москва. Старший лейтенант полиции Варфоломиева Ирина Викторовна. Номер моего удостоверения МКВ 512-402. Подскажите, с вами дежурная часть полиции с Мурманской области. Сегодняшним днем связывалась? Никто со мной не связывался. Нет, никто не связывался. Хорошо, тогда я сейчас веду вас курс дела более детальнее. Дело в том, что к нам поступила информация сотрудников и мониторинга Центрального банка России. Поскольку с вашего единого лицевого счета была совершена попытка перевода денежных средств на территорию Украины. Насчет них организации, которая имеет прямое отношение к военной, а также к гуманитарной помощи на территории страны Агрефтера. Подскажите, вы ранее знали, чем занимается данный фонд, когда совершали перевод? Да я вообще без понятия, о чем вы сейчас говорите. Смотрите, в любом случае, на данный момент с вашего единого лицевого счета была совершена попытка перевода. Вы какие-то переводы в течение сегодняшнего дня на территорию Украины совершали? Ничего не совершал. Хорошо, родственные связи на территории Украины имеете? Родственники, друзья, знакомые? Возможно, с ним-то общение сейчас поддерживается. Я не распространяюсь по такой информации по телефону. Что по телефону? Вы понимаете, что сейчас выезжаете с подозреваемой стороной по статье 275 УК РФ? Какая 275? 275 УК РФ, Уголовного криминального кодекса. Это статья вообще-то о государственной измене. Вы знаете, что такое госизмена? Нет. Объясняю вам. Государственная измена – это статья, которая оказывается от 12 до 20 лет решения свободы, так как вы совершали перевод на благотренную организацию фондовер неживым. Этот фонд имеет отношение к помощи материальной, военной, гуманитарной на территории страны-агрессора. Вы сами понимаете, у нас сейчас с Украиной идет специальная военная операция. То есть эта страна является страной-агрессором. И сейчас вы срабатываете перевод на реквизиты фонда, который помогает этой стране. Еще серьезная ситуация, в которой вы сплакнулись. Ну, я ничего не переводил никуда, никому. Поэтому я вас спрашиваю, у вас родственные связи на территории Украины имеются? Родственники, друзья, знакомые, возможно, с кем-то общение поддерживаете. Ну, какая разница? Я не хочу эту информацию говорить. Ну, как вы не хотите. Ну, смотрите, в любом случае, мы рано или поздно данную информацию узнаем. Ну, узнавайте. Ну, хорошо, но сейчас в целях вашей безопасности, в целях ваших интересов, еще сами хотим сказать, есть ли у вас какие-то родственные связи или же их нет. Ну, так в целях моей безопасности я эту информацию как раз и никому не говорю, тем более по телефону. Мам, почему вы не хотите разглашать данную информацию? У вас кто-то с родственниками на территории Украины? Потому что я не хочу разглашать данную информацию, Ирина. Ну, а хотите, вы не хотите уголовно-процессуальный кодекс гласитов совсем другой? Варфоломеевна Ирина, я же вам ответил, я не хочу... Варфоломеева Ирина, не Варфоломеевна. Ну, короче, вы поняли, как я. Ну, короче, Ирина, Ирина, я же вам ответил, я не хочу распространять какую-либо информацию касаемо моих родственников, меня лично и тому подобное. Если вы звоните из правоохранительных органов, значит, у вас есть вся необходимая информация, правильно, обо мне? Ну, я есть необходимая информация обо мне. Тогда зачем вы спрашиваете? Зачем вы меня спрашиваете тогда? Димир Дмитриевич, вот ну что случилось? Ну, вот деньги на Украину переводите, были примерным гражданином, а здесь деньги на Украину переводите. Кто вас попросил, признавайтесь, кто вас попросил деньги привезти? Ирина, так вы что хотите от меня услышать? Я же вам сказал, что я какую-либо информацию на эту тему давать не собираюсь по телефону. Ну, а что вы не будете разглашать информацию? Если я вам скажу, что у меня родственники в Владивостоке живут, вам что, это что-то сделало? Ну, я могу сказать, что у меня в Америке родственники. Дальше что? Что вы будете с этой информацией делать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова